Белорусские ученые разработали тест-систему для выявления гепатита Е у людей и животных. Ранее нечто подобное создали в Германии при участии отечественных специалистов. Синекая стала второй страной в мире, где есть такая новация. Кроме того, в жизнь воплотили проект, который позволяет обнаружить 60 разновидностей онкологических заболеваний. По статистике Белстата, уровень безработицы в прошлом году среди жителей трудоспособного возраста – 3,5%. Больше всего нетрудящихся было среди населения от 15 до 29 лет. Среднее время, которое уходит на поиски нового места – 7 месяцев. Чаще всего без работы оставались белорусы с высшим образованием – почти 18%. На этой неделе в Беларуси возможны перебои в работе пластиковых карт. 12 и 16 марта из-за технологических работ вероятны проблемы с оформлением и оплатой покупок в интернете. А также краткосрочные перерывы в обслуживании кредиток в сети организации торговли, банкоматах, пунктах выдачи наличных и устройствах самообслуживания. Изготавливать картофель фри начнут в Кировске. Производство запускают в рамках программы «Один регион, один проект». Ранее продукт был импортным, однако совсем скоро в фастфуде будут продавать отечественный. К слову, для выпуска необходим специальный сорт, который уже выращивают в Могилевской области. В этом году в Бобруйске введут четыре дня трезвости. Приобрести спиртное нельзя будет 29 марта, 17 мая, 16 августа и 15 ноября в течение суток. Однако продажа будет осуществляться в общепите в розлив, а также в магазинах, но для проведения ритуальных обрядов. Инициатива направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма.